всем здравствуйте дорогие друзья приветствую вас на своем канале сегодня я буду готовить лазанью это итальянское блюдо я думаю что многие из вас с ним знакомы многие из вас знают что то такое и даже может пробовали вот я решила сегодня снять рецепт быстрый легкий я уже готовила лазанью вот и в принципе там ничего сложного только знаете название такой лаза не кажется что боже это так сложно нет на самом деле звучит легко быстро если работать слаженно чтобы все по полочкам распределить то в принципе очень даже легко и повторюсь быстро вот и так что приступим для соуса болонезе нам понадобится 2 зубчика чеснока сама томатная паста и естественно фарш ваш я сделала сама фарш мы также добавили 40 грамм лук это две маленькие головки фарш также добавляем соль и перец по вкусу кто как любит всех по-разному кто-то может не любит так солено или перчоно ну и перчика немножко добавляем и все перемешиваем так сначала я обжарю чесночек совсем немножко а потом добавлю сам фарш все теперь добавляем нашу пасту и перемешиваем фарш я взяла куриный но вы можете взять любой какой вы любите конечно в оригинальном рецепте он по моему говяжий фарш с говяжьим фаршем но моя семья больше любит конечно фарша индейки но вы можете взять там куриный какой вы любите любой на ваше усмотрение вот теперь надо посолить поперчить еще раз и я наверное добавлю вот такую вот приправу наша семья очень ее любит совсем немножко и и перемешиваем мне понадобится 500 миллилитров молока 25 грамм муки и также 25 грамм сливочного масла молоко ставлю на огонь чтобы она сварилась и потом будем дальше делать наш соус а у меня будет два вида сыра моцарелла как принято и я решила немножко разбавить пармезаном почему бы нет лазаньи же любят сыр и как бы много сыра не бывает и я подумала если я смешаю в принципе будет очень даже вкусно а если даже нет то я все равно попробую и скажу вам ну можно так сочетать или нет вот поэтому сейчас быстренько натру моцареллу потому что пармезан уже натерт вот и уже будем делать наш соус так молоко уже прокипятило теперь будем топить маслечко так масочка у нас растапливается надо подождать пока она растопится до конца и будем добавлять муку этот соус нужно готовить очень быстро чтобы потом мука не успела комочками обзавестись потому что тогда будет сложнее добавляем муку и быстренько перемешиваем степенно начинаем добавлять молочко наше и постоянно перемешиваем все соус готов вот он такой должен получиться немножко жидкий немножко густой отставить в сторонку чтобы он остыл и уже можно собирать саму лазаньи я взяла вот такие вот листы лазаньи я их брала в прошлые разы и мне очень нравится и в эти разы в этот раз я тоже взяла вот такие вот листы а вот этой вот пачки лично мне хватает на два раза то есть на две лазаньи все собираем нашу прекрасную лазанечку я ее так назову надеюсь вы не против на дно и выкладываю немножко соуса чтобы наши первые листочки не были совсем все теперь отправляем эту красоту на 200 градусов на 7 минут потом снижаем температуру до 150 и еще оставляем на 30-35 минут плюс-минус пока пока смотрите какая красота пахнет невероятно на весь дом вот так ушки слышите как шипит еще так все режем даже не знаю как мне резать ооо какая красотеньюшка ребята все ребятушки пробуем все пропитал все такое мягкое но я уверена что очень вкусно это сто процентов советую ставить так же много моцареллы как мы поставили очень вкусно прямо советую рецепт я напишу естественно внизу вот все по граммам все как надо вот так что приятного нам аппетита и вам тоже советую приготовить это очень быстро легко ничего сложного так что спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь и пишите комментарии мне будет очень приятно пока пока